Друзья, вы знали, что в мире существует два вида итальянской кухни? Первая – это национальная традиционная итальянская кухня, и вторая – это американская итальянская кухня. Сегодня мы в гостях у Bucca di Beppo, американского бренда, который продает пиццу и пасту. Это новый выпуск «Съедобный бизнес». Погнали кушать и смотреть! Как вы знаете, итальянцы попали 100 лет назад в Америку, и, конечно же, они не могли отказаться от своих любимых блюд, поэтому они захватили всех и начали кормить их пастой и пиццей. Как вы видите, здесь по традиции во всех американских брендах принято вешать фотографии знаменитостей, которые посещали этот ресторан. Мы сегодня находимся в Дубае, в одном из ресторанов этой сети, и их империя насчитывает на сегодняшний день более 100 точек по всему миру. Давайте посмотрим, что же такого произошло, и почему они такие знаменитые и кормят всех вкусной едой. Музыка 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 Первое, что бросается в глаза прямо со входа, это их гордость, это сертификат от рекорда Гиннеса. В 2010 году ребята приготовили самую большую порцию пасты в мире с митболами, которая весом 6253 килограмма. Чтобы вы понимали, такой порцией можно накормить всю Калифорнию. Музыка Интерьер каждого ресторана очень хорошо продуман. Все укроется в деталях. Например, в этом зале Венеции ребята заморочились, поставили настоящую деревянную гондолу. Кстати, в ней есть столик. Так что, если хотите из дубайского молла перенестись сразу в Италию, закажите столик. Музыка Первый ресторан Бука Ди Пеппо появился в 1993 году в городе Миннеаполис в подвальном помещении. Спустя 30 лет ребята набрали популярность и открыли, как я уже говорил, больше 100 заведений по миру. А успех на самом деле кроется всего лишь в двух вещах. Это итальянская вкусная еда и немножко американского фана. Что примечательно, в итальянских ресторанах в Америке принято завешивать все стены различными картинками, фотографиями и прочим хламом. На самом деле мы можем увидеть всякие смешные фотки, где модели запихивают себя в очередную порцию пасты, где итальянская бабушка Дон налепит тортеллини или прочие такого рода фотографии. Это на самом деле создает определенную атмосферу, атмосферу веселья, фана и вызывает аппетит, потому что картинки на самом деле аппетитные. Так что пора уже заказывать и нам что-нибудь поесть. Погнали есть пасту. 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 Погнали есть пасту.